здравствуйте дорогие мои товарищи я очень рада всех приветствовать на нашем с вами канале канал наша дарья и в преддверии выборов я хотела бы с вами пообщаться на политические темы поговорить с вами о том что происходит в нашей стране как вы видите сейчас развернулась очень страшная информационная война и все силы сейчас брошены против партии кпрф против нашего лидера геннадий одреевич зюганова и поэтому петь конечно это здорово и я вижу что всем вам нравится как я пою но я должна еще с вами общаться на политические темы может быть кому-то и открыть глаза на происходящее до кого-то может быть и не получится достучаться но у каждого свой выбор но считаю что самая главная задача моя на данном этапе это объединение нам нужно объединить народ чем мы можем помочь нашей партии тем что мы должны проводить агитацию мы должны общаться с людьми мы должны открывать им глаза что к сожалению с тем устройством государственным в котором мы сейчас живем будущего у нас нет молодежь сейчас пополняет ряды нашей партии почему потому что она видит в этом будущее и это действительно так потому что только коммунистическая партия говорит о национализации всех природных богатств все что принадлежит народу должно ему принадлежать по праву и работать на благо нашей страны на благо нашего народа поэтому кпрф очень вредная нашему олигархическому строю который присвоил себе все что принадлежит нам и естественно качает огромные миллиарды себе по карманам и самое омерзительное что сейчас развелось такое количество лживых красных редисок самых настоящих сверху красные внутри белые блогеров на любой вкус хочешь за социализм хочешь за коммунизм хочешь за ссср и у всех флаги победы висят и герб советского союза висит и и все они такие правильные и умные и вот обратите внимание как только они собирают большое количество народа они выливают ушат грязи на зюганова и на кпрф либо потихонечку так в разговоре где-то то там подкальнут то там под ребро гвоздь вгонят зюганова и кпрф и причем это делают практически все и конечно же сразу становится понятно кто они такие на кого они работают и я представляю какие огромные суммы они получают за то чтобы морочить людям голову и не допустить ни в коем случае объединение возле партии кпрф поэтому друзья давайте будем внимательнее осторожнее давайте перестанем слушать эту ложь это все дерьмо которое льется с экранов телевизоров от блогеров вы даже вот посмотрите яндекс дзен просто сбесилась просто статья за статьей если бы не было зюганова то ряды партии бы пополнялись если не будет зюганова то я пойду в эту партию но это не только статьи говорят и людям пишут даже мне пишут под видео но это полный бред хочу сказать всем тем кто пытается бороться против зюганова друзья если бы не было зюганова не было бы партии мы уже давным давно забыли что такое коммунизм и что такое социализм обратите внимание на капиталистические страны ни в одной капиталистической стране в парламенте не получилось удержаться коммунистической партии а зюганов это сделал благодаря тому что он очень мудрый терпеливый хитрый умеет договариваться умеет идти на компромиссы на уступки он умеет выжидать время поэтому считаю что у нас достойный руководитель достойный лидер наши ряды пополняются очень талантливой молодежью талантливыми руководителями в рядах коммунистической партии есть уже люди профессионалы на все должности в государстве которые будут очень здорово управлять профессионально подходить к любому делу поэтому считаю что нужно поддерживать только партию каперев была победа над врагом в ней потеряв родного деда я говорю смотря кругом нужна еще одна победа чей гнев я знаю вызываю и стой и с этой стороны но не к войне я призываю а ко спасению страны